Мы с вами были несколько дней назад в Государственной Думе на представлении отчёта правительства за прошлый год. Разговор был содержательный и полезный. Хотел ещё раз поблагодарить и коллег депутатов, и всех, кто принимал участие в подготовке отчёта. Естественно, обращаюсь к каждому члену правительства. Нужно учесть предложения, которые прозвучали в стенах Государственной Думы. В дальнейшей работе, с учётом обсуждения, конечно, и перейти к их реализации по тем направлениям, по которым мы окончательно договорились с коллегами и депутатами Государственной Думы. Первое решение уже есть, кстати. По итогам встречи с депутатами мы договорились о выделении дополнительных субсидий на детские сады в текущем году на сумму в 20 миллиардов рублей. Это плюс к ранее обозначенным в бюджете 10 миллиардам, то есть, таким образом, это уже 30 миллиардов рублей. Надо признаться, что я вам об этом говорил во время своего отчёта в Государственной Думе. Нам действительно удалось кардинально сократить очередь в детские сады. Это, я считаю, большое достижение пройти большой путь и уже подойти к завершающему этапу этой программы. Дополнительные деньги должны помочь регионам все обязательства в этой сфере исполнить, решить проблему очерёдности завершению этого года, так как это вытекает из указа, как мы и договаривались. Сегодня мы распределим эти субсидии, их получат 85 субъектов Российской Федерации, то есть, проще говоря, все субъекты нашей страны. Ещё один вопрос хотел бы затронуть в начале нашего разговора, вопрос, который довольно бурно обсуждался. И в правительстве, и экспертами. Это судьба накопительного элемента пенсии. Мы неоднократно встречались, обсуждались. Решение принято. Накопительный элемент сохранится. Такое решение поддерживается и большинством экспертов, и, самое главное, граждан нашей страны. Мы должны развивать предсказуемую пенсионную систему. Естественно, заниматься её совершенствованием, оптимизацией ряда пенсионных механизмов. В этом контексте поручаю Минфину и Минэкономразвитию представить предложение по балансировке бюджета с учётом принятого решения. Игорь Иванович просил бы вас, как первого вице-премьера, курирующего финансово-экономический блок, это проконтролировать. А также подготовить предложение по более эффективному использованию финансового ресурса от накопительной части пенсии как источника экономического роста. В нашей стране источника так называемых длинных денег, имея в виду его использование не только, да и не только, и не столько для погашения дефицита бюджета, но и на поддержку инвестиций, на развитие экономики, особенно в условиях закрытых для нас рынков иностранной финансовой ликвидности. Начнём мы заседание правительства с обсуждения сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития на период 2016-2017 годов. Предложение представит Минэкономразвитие. Начинается очередной бюджетный цикл, поэтому нам необходимо определиться по прогнозным оценкам базовых макроэкономических показателей. На этой основе подготовить федеральный бюджет на ближайшие три года. И, конечно, прогноз внешнеэкономической конъюнктуры, темпов роста экономики. Он необходим для определения среднесрочных планов правительства. Разработан и доступен для обсуждения проект основных направлений деятельности правительства на период 2016-2018 годы. Во время отчёта правительства в Государственной Думе, то есть 21 апреля, мы договорились, что приняем во внимание и те предложения, которые будут формулироваться из Федерального собрания. Обращая на это внимание, мы должны проанализировать всё то, что поступит, и завершить эту работу в ближайшее время. В прогнозе также должны быть учтены все те серьёзные ограничения, с которыми наша экономика столкнулась в последний период. Они, к сожалению, никуда не делись. Прежде всего, конечно, это сокращение инвестиций, в том числе со стороны частного бизнеса, сохраняющийся отток капитала. И далеко не самая простая ситуация на мировых сырьевых и финансовых рынках. Есть и другие факторы, вам тоже хорошо известные. Исходя из этого, предполагается, что валовый внутренний продукт, в реальном выражении, в текущем году сократится. Цифры окончательно ещё определяются. В том варианте, который представлен, речь идёт о 2,8%. Тем не менее, мы ожидаем, что уже в конце года экономический рост может возобновиться по базовому сценарию до 2,6% в 2016 году. Ну и в сопоставимых цифрах на период 2017-2018 годов. Конечно, для этого нужно, чтобы сложились все условия, и мы работали так, как с вами запланировали. Но главное, конечно, не в цифрах. В результате обсуждения всех возможных вариантов мы должны иметь чёткое представление, за счёт каких механизмов, за счёт каких ресурсов мы сможем сохранить макроэкономическую стабильность в экономике, постепенно выйти на устойчивый и качественный рост, какие именно меры бюджетной, денежно-кредитной политики сегодня нужны для поддержки реального сектора, для поддержки финансовой системы, для более эффективного импортозамещения. Ещё один важный вопрос, который мы сегодня рассмотрим, который влияет на развитие экономики – это тарифы на услуги компаний инфраструктурного сектора. Отдельно подчеркну, при формировании бюджета мы должны предусмотреть достаточные резервы, чтобы обеспечить безусловное исполнение социальных обязательств. И, естественно, на прошлой неделе, я об этом также говорил на коллегии Министерства финансов, и сейчас хотел бы повторить для всех членов правительства. Во всех возможных сценариях должны быть запланированы меры по поддержке незащищённых социальных групп, по сохранению стабильной ситуации на рынке труда, продолжена модернизация жилищно-коммунального сектора и, конечно, предусмотрены шаги по сдерживанию инфляции и восстановлению роста реальных доходов населения. Надеюсь, что министр экономического развития на эти вопросы в своём докладе обратит внимание. Сегодня мы также коротко подведём итоги выполнения госпрограмм в прошлом году. В них были заложены важнейшие социально-экономические ориентиры, которые как раз вытекают из ряда программных документов, включая и указы, и наши другие программные документы. Есть доклад по большинству программ, которые включены в открытую часть федерального бюджета. Послушаем, как и что происходило. Также рассмотрим проект закона, который направлен на формирование благоприятных условий для развития новых производств. Для этого мы, как и договаривались, снижаем налоговую нагрузку. Речь идёт о налоге на прибыль для вновь создаваемых предприятий промышленности. Регионы получат право снижать до 10% его ставку в части налога, который зачисляется в региональный бюджет. При этом ставка по налогу, который поступает в федеральный бюджет, вообще обнуляется. Рассчитываем, что эта мера позволит придать импульс развитию новых производств в различных регионах нашей страны.